Три часа музыки без перерыва. Настолько полюбилась Элтону Джону казанская публика. В субботу вечером шестикратный лауреат Грэмми, легендарный музыкант, выступил в Казани на сцене и на сцене Татнефть-Арена. Этот концерт обошелся организатором в миллион долларов и стал самым дорогим проектом. Однако в восьмитысячном зале был аншлаг. Публику разных возрастов сэр Элтон Джон порадовал и искрометными рояльными соло, и знаменитыми балладами, и даже любимой песней из мультфильма «Король лев». На концерте легендой побывала Полина Кострицкая. Во-первых, это Russian Style Original. Сделано in Moscow Olympic Games. С самого утра в день концерта в Казанском музее соцбыта собирались фанаты Элтона Джона из разных городов и даже стран. Заранее вдохновиться, полистать книги о биографии певца, увидеть редкие фотографии. Я считаю, он великим одним из величайших исполнителей, музыкантов. Действительно, и он завоевал это звание качественной музыкой, действительно качественными произведениями на протяжении многих лет. Великолепный, легендарный певец, очень знаменитый в России и во Франции. Это легенда, величайший исполнитель. Этот человек создавал музыку, он внес свой вклад и остался в истории современной поп-музыки, можно сказать. Он больше одного миллиарда всех заработанных денег с его концертов дал на благотворительность. Он занимается борьбой со спидом. Элтон Джон – шестикратный лауреат премии Грэмми, командор Ордена Британской империи. Включен в зал славы сочинителей песен и славы рок-н-ролла и посвящен английской королевой в «Рыцари и сэры». Он прибыл в Татнефть-арену прямо с самолета. Днем ранее он выступал в Москве. Здесь, в Казани, его уже ждала готовая сцена и заранее приехавший знаменитый рояль. Гонорар в миллион долларов. Этот концерт для казанских организаторов стал самым дорогим, что отразилось на стоимости билетов. Известно, что было куплено 8 билетов по 50 тысяч рублей. Но, несмотря на это, удалось собрать аншлаг. Элтон Джон удивил казанцев редкой для звезд пунктуальностью. Концерт начался с опозданием всего на 10 минут, с композицией, которая появилась на одноименной пластинке в 78-м году – «Funeral Love». Хотя тур был организован в поддержку новой пластинки «The Diving Board», музыкант спел только одну новую композицию, сосредоточившись в основном на своих хитах «Sorry Seems to be the Hardest World», «Crocodile Rock» и даже долгожданная песня из мультфильма «Король Лев», которую он исполнил в самом конце. Теплый прием тронул музыканта. Концерт продолжался три часа вместе с 40-минутным бисом. Элтон Джон не раз благодарил радушную казанскую публику, а уходя, даже подошел к краю сцены и раздал счастливчикам автографы. Полина Кострецкая, Нурзина Атулин, Рустам Залилеев и Петр Шамбазов. Столица.